Это было, сказала память, этого не могло быть, сказала гордость, и память сдалась. Фридрих Ницше Строительство стадиона «Чайка» началось с первой половины 60-х ходов по инициативе коллектива «Севморзавода» и осуществлялось методом так называемой «народной стройки». После его открытия он на 30-летие стал основной спортивной ареной города-героя и излюбленным местом досуга «Горожан». На его футбольном газоне проводилась в своей встрече главная футбольная команда «Севастополя». Здесь же взошла звезда крымского футбола нападающего Владимира Науменко. Правда, сегодня все это уже в прошлом. Теперь этот объект мало кому напоминает и о славном прошлом стадиона, и о спортивных страстях и певших когда-то в центре нашего города, не говоря уже об игроках, на филигранное мастерство которых ходили смотреть с семьями. В начале 90-х стадион был признан аварийным и по существу прекратил свою спортивную биографию. В совсем неприглядном состоянии находится и стадион «Горняк». С трудом верится, что когда-то этот объект был центром спортивной жизни «Балаклавы». Именно здесь начиналась футбольная карьера юного Владимира Науменко. Спортивная карьера известнейшего футболиста начиналась здесь, на самом юге Гераклейского полуострова, где он родился, учился и в свое время начал играть в футбол. Начинал с ним вместе с 8 лет на стадионе «Горняк», тренер Николай Быков. Потом Вова пошел в армию, в группу войск в Германии, а я в южную группу войск в Венгрии. Возвращаясь он уже в Атлантике. Потом была Таврия, Черноморец, Геолах. И потом выступление закончилось у него в Симферополе. И вернулся он сюда, к нам, на родину, в Б5, на свое 4-е отделение. Кстати, и у немецкой странички спортсмена есть, что называется, очевидцы даже в нашем городе. Володя, я его тогда знал именно как Володя Науменко. Он был парень, призванный из Севастополя. Оказался он в группе советских войск в Германии, в Бурге. Это такой город, округ Магдебург. Там, если не ошибаюсь, была спортрута армии. И мы познакомились. На севастопольскую землю талантливый спортсмен вернулся в конце 70-х. А уже в 1977 году севастопольцы увидели его в основном составе футбольного клуба 2-й лиги Атлантика. В 79-м, в разгар чемпионата, молодое дарование настаительно пригласили, если не сказать заставили, перейти в дивизион рангом выше – Симферопольскую Таврию. Именно здесь футбольный талант балаклавца распел полную силу. В 1980 году он не только стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, но и вошел в состав сборной Союза. После шестилетнего выступления за Симферопольскую Таврию, Владимир Васильевич в заключении спортивной карьеры поиграл еще и в Тюменском геологе, и в Никопольском колосе. Те славные странички биографии футболиста на крымской земле до сих пор помнят многие. Вову знаю еще маленьким мальчиком, он подавал надежды, и он и все наши мечты сбылись в нем. Он стал лучшим нападающим Крыма, Севастополя. После завершения активной игровой карьеры Владимир Васильевич сразу вернулся на малую родину – Балаклаву, где до сих пор и проживает. Не будем сегодня анализировать причины, скажем лишь одно. Дальнейшая деятельность на Ниве футбола у господина Науменко складывалась не очень успешно. Перебивался все эти годы он больше случайными заработками, хотя всегда и был, что называется, на виду и с футболом не порывал. Постоянно приезжает на Первомайку, у нас там часто проходят многоборья, соревнования по футболу, он подсказывает там, советует много ребятам. Мне там, в числе, подсказывает, как мне вести себя на поле, в команде. Так случилось, что в один момент Владимир Васильевич утратил практически все документы. Их пропажа обнаружилась, когда Владимир Науменко отметил свой 60-летний юбилей и пришло время оформлять пенсию. Увы, Владимир Васильевич оказался человеком и без паспорта, и без гражданства. И здесь пришли на помощь ветераны футбола Севастополя. Они настояли на подаче заявлений в Балаклавский районный суд об установлении факта постоянного проживания в Севастополе, в том числе и по состоянию на 18 марта 2014 года. Ветераны были уверены, что спорить с очевидным судья не будет, ибо к статусу ветеранов в процессе они должны были приобрести еще одно качество свидетелей, ибо могли рассказать, где пребывал и проживал Науменко как минимум в последние четверть века. И в 2014 году мы с ним встречались на блокпосту в Шайба. Я приезжал к сыну туда проверять, как они стояли, защищали наш город, герой Севастополь. И Вова там часто присутствовал, помогал, преподносил, был участником тоже этого блокпоста, можно так сказать. А по поводу того, что где он находился в марте 2014 года, здесь я тоже подтверждаю, что да, действительно, потому что четвертое отделение это там, где он проживает. У меня там есть знакомые, друзья, я часто там бываю, приезжаю к ним, естественно, я Володю видел, общался с ним. Ну и действительно, я как бы думаю, что вопрос этот должен разрешиться. Все это время, которое Володя, он был с нами, он был с нами, никуда не отлучался, ну так судьба, жизнь сложилась. Ну он был с нами, и он, он балаклавец, он уходил, он здесь вырос, он здесь учился, он здесь начинал играть, он пошел служить, он здесь женился, сыновья, семья, все у него здесь. Он наш, он балаклавец, он член федерации нашего футбола. Друзья и коллеги Владимира Васильевича излагали вещи с общечеловеческой логики совершенно неоспоримые. Увы, все, что казалось простым, в суде стало непреодолимо сложным. Районный суд находится в самом центре Балаклавы, где Владимира Науменко знали и знают представители ни одного поколения. Увы, всем очевидный факт стал проблемой для председательствующего в судебном заседании. 20 декабря судья Алексей Михайлович Дебец, рассмотрев в судебном заседании заявление Владимира Науменко об установлении факта постоянного проживания на территории города Севастополя, в том числе и по состоянию на 18 марта 2014 года, решил в удовлетворении Челобитной отказать. Это неправильно, это неправильно, я считаю неправильно, хотя я не могу комментировать решение суда, поймите правильно, но я считаю, что такие люди, как Володя, тем более он был здесь постоянно никуда, он все время не вернулся, вы помните, он все время находился здесь. Я могу просто подтвердить на камеру, что я увидел человека, что Балаклавиан работал с Афанасьевичем, в шестом в команде работал, и потом я его видел в 2014 году неоднократно, именно в Инкермании. Особое возмущение ветеранов футбола, которые прибыли в суд и надеялись принять участие в судебном заседании в качестве свидетелей, вызвал не столько правовой результат, сколько отношение к добропорядочным гражданам города-героя. Когда мы собрались все и прошли в здание суда на Рубцова, судья Дебец вышел и сказал, а кто вы такие? Мы объяснили, что мы свидетели, мы знаем и хотим, ничего не зная, сейчас вызовут судебных приставов, вас накажут и выгонят отсюда. Это было сразу нам предупреждение, чтобы мы молчали и не дергались. В это время мы отправили туда нашего знаменитого комментатора Владимира Андреевича Милянского, потому что он с костылями не мог стоять с нами в коридоре и мучиться, как мы, слушая из-под двери, что о чем говорить. Милянского он тоже пытался выгнать, но когда он встал с костылями, он уже сказал, ладно, уже сидите, вы комментатор там туда-сюда. Поэтому мы возмущены поведением, нам уже под 60 и старше, а нас как пацанов там кидали и выбрасывали. Если отказаться от чисто этических и эмоциональных оценок действий судей, то с правовой точки зрения ветераны севастопольского футбола скорее по наитию распознали многочисленные нарушения российского законодательства, в том числе и конституционного закона. Согласитесь, подобное поведение представителя правосудия слабо соотносится с требованиями статьи 2 Конституции России, признающей человека, его права и свободы высшей ценностью в государстве, а также статьи 46, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод. Если коснуться мотивировочной части решений, то и здесь правовая позиция судей не кажется нам столь уж однозначной. Пустившись в толкование статьи 20 Гражданского кодекса, он делает совершенно верный вывод о недопустимости тождества местонахождения и места жительства. Однако относиться к периоду жизни господина Науменко в Севастополе в течение почти 60 лет как к временному пребыванию в населенном пункте с точки зрения даже формальной логики смешно. Это с одной объективной стороны. С другой Алексей Михайлович трудился напрасно и всего лишь повторил толкование, содержащее постановление Конституционного суда от 4 октября 2016 года номер 18-П. Кстати, суд Конституционной инстанции в части 2 пункта 3.2 подчеркнул, что главным для установления факта постоянное проживание гражданина Украины на территории Севастополя является то, что на указанную дату лицо выбрало территорию, на которой фактически проживает как место каждодневных жизненных интересов и своими действиями установило или выразило явное стремление к такому установлению. Такое стремление господином Науменко было выражено, на наш взгляд, однозначно. Это же должны были подтвердить и многочисленные свидетели. Увы, письменные документы в качестве доказательств судьей приняты не были, а свидетели и вовсе в заседании не допрошены. С позиции процессуального закона, на наш взгляд, высокий суд мог бы в ходе подготовки заседания опросить заявителя по существу заявления. Ему можно было указать на необходимость предоставления дополнительных доказательств. В соответствии с требованиями ГПК председательствующий также мог бы определиться и с достаточностью доказательств по делу. Было бы желание. Естественно, что нарушение законности, да и просто принципа справедливости, прибавило сил Владимиру Науменко и его сотоварищам. Они решились на операционную жалобу и правильно сделали. В полудне 27 февраля ветераны севастопольского футбола, а также члены исполнительного комитета Федерации футбола Севастополя в бодром состоянии духа собрались в здание городского суда. Увы, их надежды рухнули в буквальной течении следующего часа. Суд, безусловно, действовал по закону исключительно в рамках статьи 327 с значком 1 Гражданско-процессуального кодекса. Высокая коллегия судей рассмотрела дело в пределах доводов апелляционной жалобы и оценила имеющиеся в нем доказательства. При этом она отклонила ходатайство стороны заявителя о допросе в качестве дополнительных доказательств присутствующих в судебном заседании свидетелей. Причина проста. Заявитель не смог обосновать невозможность их представления в суде первой инстанции, а следовательные процессуальные права его нарушены не были. Спросите у любого добропорядочного гражданина города-героя, не обремененного, конечно, дипломом о высшем юридическом образовании, о его процессуальных правах в гражданском деле, а еще лучше, о правовых последствиях неподачи заявлений или неприобщению к делу заявления о допросе свидетелей. То-то и оно. Действительно, нюансов гражданского процесса граждане просто не знают. Это данность нашей современной юридической жизни. Но для этого законодатель предусмотрел в статье 46 Конституции положение о том, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Именно казуальное прочтение этого основоположения позволило законодателю определить в статьях 150 и 152 процессуального закона действия, читая обязанности судьи, показания содействия гражданам в предоставлении доказательств определения их достаточности по делу. Что же касается самого определения апелляционной инстанции, то оно для ветеранов спорта и спортивных функционеров было и вовсе неожиданным. Нет. Я вообще, честно говоря, шел, думал, что все будет нормально. Потому что если таким людям, как Володя, не давать гражданство, не давать паспорт, который здесь родился, вырос, столько сделал для севастопольского и крымского футбола, и мы все об этом знаем, и мы все об этом помним, и вот такое решение никого не заслушали. Если бы проводился опрос в 80-х годах, название самого популярного человека Крыма, то я бесспорно уверен, что Владимир Васильевич Науменко был одним из главных людей, за которого проголосовали жители крымского полуострова. Потому что человека более популярного в те годы просто трудно представить. И вот этого человека пинают из одной судебной инстанции в другой. Они даже не вникают в суть дела, в судьбу этого человека. Безусловно, огорчение коллег Владимира Васильевича Науменко по футбольному полю можно понять. Они сражались как могли за товарищей. Впрочем, только ли огорчение говорили в тот день? Вышли из суда с горечью в душе и с мыслями о том, что надо что-то менять. Пришли помочь человеку, постановить его, сделать его в своих правах, чтобы он получал пенсию, паспорт. А здесь получилась защита в честь мундира. В совершенной растерянности после суда пребывал и герой былых футбольных баталий. У меня просто нет слов, действительно. Я вышел сюда, как будто я... Вот мне не знаю, куда деваться, что делать? Я в Севастополе. Все. Вот представитель в вашем лице и все. И ничего вы их не интересует. Люди доказывают свою... мою правоту. Они меня просто взяли и выгнали. Ну как это? Как теперь что мне делать, скажите? Вот объясните мне. Я его не знаю. Я уже не знаю, в какие станции идти мне, обращаться. И это вопрос отнюдь не риторический. Сегодня Владимир Россий живет в дачном домике, предоставленной одной сердобольной семьей из родной ему Балаклавы. Не оставляют его коллеги по футбольному газону. Но все это пока. Нет паспорта и гражданства, нет пенсии, нет тренерской работы. А не дай бог заболеть. При всей равности граждан перед законом должна существовать хоть какая-то справедливость. Справедливо ли отказывать в гражданстве нашему славному земляку? Попробуйте на этот вопрос ответить самостоятельно. В заключение хотелось бы привести предостережение Марка Тулия Цицерона о вредности пользования только буквой закона. Но воспользуюсь все же отечественным законодательством. Принцип справедливости почти напрочь отсутствует в законодательстве России. Если не считать преамбулу Конституции Российской Федерации, там есть замечательная фраза «Чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, а также веру в добро и справедливость». Главное нам, в том числе и представителям всех ветвей власти в своей повседневной деятельности, в том числе и в правоприменительной практике, не уничтожить эту самую веру в добро и справедливость. Ну а обжаловании в Конституционной инстанции, равно как и рассказ об очередном витке борьбы господина Науменко за свои гражданские права – это дело будущего. У меня на сегодня все. Всего вам самого доброго. Берегите себя. Честь тебе. Субтитры создавал DimaTorzok